Грибцы не по профессии, даже не по призванию, а желающие прокатиться с ветерком на драконе. Так называют вот эти устрашающие лодки 20-местный каноэ с головой дракона и хвостом. 16 команд от барнаульских компаний и вузов бросили вызов друг другу на грибном канале. Так начался первый в истории края чемпионат по гребле на лодках дракон. Какие эмоции испытал, когда первый раз вышел на воду? Да, такие, знаете, смутные, непонятные. Где уж не растеряться, для начала команды выбирали барабанщика, человека с важной функцией – задавать темп. Кто-то с ней справлялся, а у кого-то скорее получался ритм любимой песни. А грибцы под команду работали веслами. Две дистанции 200 и 500 метров. Это всего минута и две с половиной самых напряженных минут. Золото ожидаемо вырвала команда Алтай. Это воспитанники и выпускники спортшколы имени Костенко. Но и обладатели второго, третьего места, абсолютные любители завершили гонку в плюсе. Победителю же это дает шанс выйти на всероссийский уровень. Первые три места получают право присвоить в Министерство спорта Алтайского края первый спортивный разряд. А для поездки на всероссийские соревнования именно нужно, чтобы спортсмены, участники были со спортивным разрядом. Вот это вот самое главное. Потому что в прошлом году хотели отправить команду, но этого не получилось, потому что не было спортивных разрядов. В этот же день состоялся чемпионат по гребле в честь столетия Динамо. Команды футболистов Динамо, хоккеистов Динамо Алтай, сборная из чемпионов мира и Европы по разным видам спорта и представители краевых СМИ. В их составе и наша съемочная группа. В итоге журналисты нагребли на почетное третье место. Серебро взяли футболисты, а золото досталось сборной Динамо. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.